Приветствую вас. Совершенно очевидно, что вы от чего-то бежите. Вы постоянно от чего-то убегаете. Вот вы пишите, что мне 28 лет и я в депрессии. Откуда диагноз? Кто поставил? Вам этот диагноз? Лечитесь ли вы от депрессии? Понимаете ли вы, что такое депрессия? Ну, что она означает? Что это вообще? Вот. Или нет? Понимаете? Я могу вам, мог бы вам рассказать, что такое депрессия. Но имеет ли это сейчас для вас смысл какой-то? Если честно, я сомневаюсь. Вы пишите, я влюбилась и, значит, отчаяние уехала до границы в поисках успеха. А мне кажется несколько странным поведение. Что вы вроде бы влюбились. Да, вроде бы. Но мне для того, чтобы сделать все, чтобы быть, значит, человеком. Да. Но для того, чтобы быть с тем, кого вы любите, вы по какой-то причине уезжаете. Понятно, что есть трудности. Понятно, что есть сложности. Понятно. Ну так, за свое счастье нужно бороться. А как же иначе? Вот. В сложностях характера нужно уметь выступать. Нужно уметь договариваться. Понимаете? Какая вещь. Если вы этого не делаете, то вот. Возникает такая ситуация. Такая неприятная ситуация. Значит, я влюбилась. А Джейни уехала до границы в поисках успеха в чем? В чем мы хотели успех найти? Как мы хотели реализоваться? Почему изначально этого не делали? Вот. Провела долгих три года с нелюбимым, но очень хорошим человеком. Зачем? Зачем проводили время с нелюбимым человеком? Любя, наверное, другого человека. Увидела мир, как никогда мечтала, но это принималось все пресно, без особого энтузиазма. Смотрите. Ну, вот, когда вы влюбились, да? Когда вы влюбились. Наверное, вы же понимали, да? Ну, понимаете, когда чувства, например, допустим, хорошие, когда чувства искренние, когда чувства сильные, да? Или наоборот, когда нет. Когда чувства не искренние и не сильные. Или когда они, наоборот, направлены только на вас. То есть, вот, я люблю этого человека, как бы говорите вы, значит, и он мне нужен. И без него мне плохо. Без него я чувствую себя ужасно, без него мне негативно. Без него мне тоскливо, противно, больно, вообще никакой радости нет в жизни. То есть, по сути, получается, что молодого человека, это вы своего, вот, который, ну, изначально чувство, которому у вас есть, да? Молодого человека изначально. Вы не очень-то любите именно вот, ну, по-настоящему, такой настоящей любовью. Лучше, или, правильно сказать, возможно, не настоящей даже, а, может быть, здоровой любовью. Вот так. Здоровой любовью, здоровой любовью. Вы человека, ну, наверное, не любите все-таки. Потому что здоровая любовь, как бы, она подразумевает то, что вы хотите, чтобы он был счастлив человек. А у вас получается какое-то страдание. То есть, вот, для вас любовь – это страдание. Для вас любовь – это, ну, неудовлетворенность, боль и так далее. Почему так? Почему такое восприятие любви? С чем это связано? Ну, на самом деле, может быть, это связано только с вашими потребностями, то есть, с тем, как вы воспринимаете любовь, как вы воспринимаете себя, вот, чего вы хотите. И ваша модель поведения, по большому счету, модель поведения, которую вы продвигаете по отношению к, ну, в первую очередь, наверное, к себе. Потому что, ну, понятно, понятно, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно, совершенно приятно, да, что, как бы, вот, вы здесь находитесь в жертвенной позиции. То есть, от вас мало чего зависит. И вы до сих пор, до сих пор фрустрируете из-за того, что не можете, там, грубо говоря, ну, вот, реализоваться, да, реализоваться в плане своих желаний. Далее, значит, все брезно, без особого энтузиазма. Зачем тогда? Я принял решение искать себя в карьере. То есть, ваши изначальные потребности, которые были, выхода не нашли, и вы начали сублимировать это в карьеру, да, значит, в учебу. Возможно, пытались вы заменить наши отношения, заменить чувства другим, да, мужчинам. У вас этого тоже не получилось, вот, и в итоге вы так вот, скажем так, мотаетесь, да, мотаетесь туда-сюда. То есть, вроде бы, и то хотите, и другое хотите, да, но вот почему-то не получается. Да, ни то, ни другое не получается. Вот. Ну, в принципе, это понятно. Это понятно. И сначала, вот, именно отчаяние, да, то есть, казалось бы, казалось бы, да, ну, влюбились вы в мужчину, да. Ну, не можете быть вместе даже. Ну, хорошо, значит, не суждено быть вместе. Бывает такое, может такое быть, может такое быть. Почему на расстоянии это не любить? Просто с чистой любовью, с чистой, как бы, бескорыстной любовью. Почему не любить? Непонятно. Но, тем не менее, что-то мешало вам. И это что-то, что вам мешало? Все бонусы любви. То есть, я не говорю, что вы его не любили, не говорю, что у вас не было любви, нет. Просто вместе с любовью, вместе с любовью, у вас были еще, так сказать, примеси. Примеси в виде того же, чего вы сами для себя хотели бы. В виде того, что вам самой для себя нужно. Понимаете, какая штука? Вот. И, собственно, именно эти примеси, именно они вам и не дают, мешают быть счастливой. И получать удовольствие, по сути, не. Получать удовольствие от даже, от даже того, чего вы хотели. О чем вы всегда мечтали. Ну, вот. Как вы говорите. Понимаете? Какая вещь. Дальше. Значит, бросив всевозможные блага, уехала в Москву. Как некогда и тоже мечтала. Например, у вас много мечтаний было, но почему-то вы ничего не делали. То есть все мечты, они как-то сразу уходили у вас. Под гнетом или под давлением, например. Ну, допустим, под давлением, скажем, любви, влюбленности. То есть изначально мы себя не реализовывали. Изначально мы не делали ничего, что хотели, о чем мечтали. Почему? Почему не делали? Не принимали в себе это, ну, то, что хотели? Не считали возможным, не считали важным? Обесценивали? Если так, то это вполне бы объяснило то, что вот с вами происходит. Ну, дальше. То есть было бы логично, в норме, вот в норме, да, в норме, человек реализует свои мечты и попутно ищет, значит, ну, попутно ищет в себе спутника жизни. То есть ему так, ему не обязательно, на самом деле. Ему вообще не нужно это. Ему вообще, там, особо, безнатомности, как бы. Ну, просто ищет и все, так сказать, параллельно. А у вас ситуация страдовала совсем другая, как мы поняли. У вас ситуация такая, что вы впервые влюбились к человеку, вы привязались, да, к человеку вы нуждались, при том, что вы явно, как бы, ну, не хотите брать ответственность на себя за то, что у вас отношения не получились. То есть вы говорите, что вот, там, обстоятельства, да, там, что-то еще не получилось, да, то есть какие-то вещи были, ну, негативные. А на самом деле все проще, все просто. Кто хочет, тот будет. Кто хочет быть вместе, будет вместе. Кто не хочет быть вместе, ну, не будет вместе. Если вы позволили обстоятельствам, значит, если вы позволили обстоятельствам вас разлучить, значит, кто-то из вас любил не сильно. Ну, недостаточно сильно. И все. И кто-то из вас делал меньше для отношений. Вопрос в том, понимаете ли вы это, понимаете ли вы, что человек не ваш, если такая ситуация происходит. Если люди любят друг друга, если они хотят быть вместе, их ничто не остановит, вы поймите. А то, что вы говорите сейчас, это просто нежелание принять ответственность. Ну, у вас это нежелание принять ответственность, некая такая жертвенность, я бы сказал. Ну, как, в общем-то, как, в общем-то, в любой жертвенности, любая жертвенность, это бег от ответственности, по сути. Вот. Вот в этом и момент. Вас все время определяют другие люди. То нелюбимый мужчина, который очень хороший, то, значит, другой мужчина, внимательный, который. Вот, понимаете, какая штука. Вот. То есть, тут вот есть важные нюансы. Тут есть очень важные нюансы. Дальше, дальше идем. Жила на съемной квартире. Для чего? Для чего? Поступила на режиссера. Зачем? Уложила практику в сфере кино. Но дело не двинулось с мертвой точки. Все опять стало казаться пресным и лишенным смыслом. То есть, понимаете, как происходит? Когда вы начинаете что-то делать, да, когда вы приближаетесь к тому, чего вам, ну, хочется, когда вы приближаетесь к какому-то результату, вам кажется все пресным. Почему? Опять возникает. Почему? Какой голос звучит у вас в этот момент? Внутренний голос, какой звучит? Что говорит внутренний голос вам? Что он вам говорит по факту? Что вы должны? Что вы не можете? Что вы не имеете права? Чему обязывает вас голос? Кто это говорит у вас? Кто это говорит у вас? То есть, подумайте об этом. Потому что очевидно, что вы запрещаете себе. Запрещаете себе успех. Запрещаете себе достижения. Запрещаете себе быть счастливой, по сути. Кто запрещает? Надо разбираться. Под леченым смыслом, да? Леченым смыслом. Хорошо. Но раньше-то смысл был, правильно? Раньше-то был смысл какой-то? Был. А потом что-то случилось. Почему потом смысл исчез? Да куда он делся? Что поменялось? Вот смотрите. Виллиан начали учиться, да? На кинорежиссера. Хорошо. Значит, учились, учились. Смысл видели? Ну, наверное. Очевидно. Скорее всего, да? Что смысл был. А потом, куда он исчез? Под гнетом чего он ушел? Смысл? Знаете, такая штука. Отслеживаете вы это? Ну, вряд ли. Вряд ли. Вот. Дальше. Значит, ну, дальше вы пишите, что стало в еще большую депрессию. Проявились в СВД. Расстройства, которые меня очень напугали, и посадили на полгода на антидепрессанты. Ну, хорошо, а помимо этого, что делали? Еще. Помимо лекарств. Терапевтическая работа какая-то была у вас. Я решил, что мне нужен свой дом и семья. Зачем? Ну, дом, ладно. Дом, ладно. Хотя тоже интересно, зачем. А семья для чего? Чтобы что? Семья нужна, чтобы что? Вам, семья нужна, была. Чтобы что? Понимаете, да? Какой момент важный? Семья это всегда некое образование. Социальное образование. И если вы хотите, вот, ну, семью, значит она вам, семья вам. Для чего это нужно? Я хочу, чтобы вы подумали, для чего. Просто, чтобы вы подумали, для чего вам семья. Чтобы что семья? Что она должна вам дать? Ну вот, молодой человек, от которого вы ушли или убежали в отчаянии. Да? Вот. Дальше. 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 Я вернулась на родину, где приобрела красивую квартиру и встретила самого внимательного парня в мире. Он меня обожает, мне с ним очень комфортно. Ну, смотрите, мы опять же не сказали, что любите. То есть, именно, что любовь, wealth. Нет, не сказали. Самый внимательный парень в мире, самый внимательный парень в мире, это, простите меня, идеализация человека. Вы идеализируете, а потом обесцениваете. Сперва происходит идеализация, а потом происходит обесценивание. Это то, как вы движетесь. Сперва вы загораетесь, а потом вы, соответственно, что? Потом вы затухаете. Вот. Почему? Потому что на вас давит что-то. Какая-то незавершенность. Да. Какая-то, ну, деструктивная модель поведения, негативные установки. Вот. Например, вот вы влюбились в парня, да? Потому что у вас были, вам чего-то хотелось. Любовь была очень сильной. Желание было очень сильным. Да. Любовь была взаимной. Все. Вот все. Все. Вроде бы то, что вы хотите есть, то, что вам нужно вроде бы есть. А вы этого не получили. И поскольку ответственность это вы на себя не берете, на себя не берете ответственность, то вот, как бы, вы идеализируете, например, идеализировали другой мир. Убежали. Убежали в другой мир. Убежали в другую страну. Вам казалось, что это здорово, да? Потом убежали в учебу. Потом убежали в семью. Да? Вот. Ну и как бы, как бы, убежали. 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 И все. Побег произошел. Идеализация была нужна, потому что, потому что, значит, вовне были обстоятельства, с которыми вы не справились. Когда у вас что-то не получается, когда вы что-то не получаете, когда вам что-то не дают, когда вы не удовлетворили, вы выбираете побег. Избегание. Верно ли будет предположить, что ваши родители, они тоже конфликты не решали? Ну вот, как бы не принято было говорить о проблемах вашей семьи, например. Или может быть, ну не то, что бы не принято, а допустим, конфликт решался как-то иначе. То есть не путем выяснения причин конфликта. Да? Дальше. Так, ну парень, которого вы тоже идеализируете, потому что самый внимательный в мире, он меня обожает, мне комфортно. В первое время мне казалось, что вот она жизнь светит, я забеременела, после 3 месяца опять ушла в апатию. Почему? Что значит ушли в апатию? Апатия это подавление, да, обесценивание, ничего не нужно, ничего не хочу. Почему? Почему так происходит? Да, Фишин. Потерим вкус к жизни, не радует ничего. Ну да, ничего не радует, все обесценивание. Иногда бывают всплески радости о малышей, которые со мной. О том, что было хорошего, и о том, что я не одна, а самым лучшим парнем. Но самый лучший парень, это какой? Рациональный, с точки зрения рациональности, парень самый лучший. С точки зрения чувств, он вам вообще чужой. Он может быть сколько угодно идеальным, но если у вас на чувственном уровне к нему нет отклика, то там это все не важно. Самое неприятное, что эти долгие 8 лет я не перестаю думать о том парне, в которого влюбилась. Он говорил, он говорил, что тоже меня любит. Мы с ним в Москве иногда встречались, но разные города и сложные характери не дали бы нам быть вместе. Но это перенос ответственность в детской позиции. Точнее, это даже не детская позиция, а такая, знаете, искусственная рационализация. Тут разные характеры, сложные характеры, разные города не позволили быть вместе. Объяснили. Объяснили. Почему? Вместе быть не смогли объяснить. А теперь скажите, почему хотели быть вместе? Вы их почему хотели быть вместе с ними? Что нужно было? Кем он для вас был? Чем он для вас был? Ох. Сейчас я ломаю голову, неужели причина за тесной депрессией этих чувств нет? Нет. Причина депрессии у вас в том, что вы себе запрещаете быть счастливой. Вы запрещаете себе достижения какие-то. Вы запрещаете себе, ну, радоваться может быть, может быть, может быть. Вы запрещаете себе чувствовать. Вы запрещаете себе наслаждаться, вы запрещаете себя достигать. Вот. И реализуетесь вы через, ну, вот, как это вижу я, через других людей. То есть через мужчину первого, через мужчину второго и через мужчину третьего. Вот. Скорее всего, кто-то из родителей в этих мужчинах для вас присутствует. Вот. Кто-то из родителей. Ну, понятно, что это не точно, что это могут быть варианты. Вот. Вот. Но, скорее всего, что-то вот такое. Что-то такое вот. Имеется. Вот. Я не, не утискаю этого. Вот. Основной момент, что вы все обесцениваете. И идеализируете. Первая идеализируете, а потом обесцениваете. Вот. А в основе лишь лежит вот эта вот незавершенность. Может быть, обидя какая-то на молодого человека. Может быть, установка, что он должен вам, там, ну, я не знаю, что он должен, там, был быть с вами, что должен был, там, может быть, сделать что-то, чтобы быть с вами. Да, то есть какая-то такая вот обида на него. Ну, вот, встречался, говорил, что любит, а ничего, ничего не сделал, да? Ну, ничего не сделал, чтобы быть вместе. А должен был? Да, должен был. Для вас должен был. Потому что вам-то нужно было что-то. Вы-то хотели чего-то для себя от него. Потому и должен был. Все правильно. Подумайте об этом. Обязательно. Так. Может ли такое быть? Нет. Ну, может все быть. Как бороться рассказал. Если нет, в чем проблема. Тоже сказал. Тоже сказал, в чем может быть проблема. Вот. Как помочь? Работать. Работать. Работать надо с собой, разбираться. Сначала ответить на все эти вопросы, что я задал. послушать свой отклик, как оно вообще у вас откликается, то, что я сказал, то, что вы и сами подумаете. Вот. Попробуйте вспомнить свои ощущения из, например, детства похожие. Когда у вас было такое ощущение. Вот. Вы в отчаянии уезжаете от того, чего хотите. Вот. В отчаянии вы убегаете. Когда было такое первое чувство? Самое-самое первое чувство. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.